Здравствуйте, уважаемые представители, уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию клинический случай развития синдрома Токацоба у молодого пациента. Синдром Токацоба – остро развивающийся и, как правило, обратимый дисфункция миокарда левого желудчика, клиническая картина которого в острый период практически неотличима от инфаркта миокарда. В настоящее время данная патология стала чаще диагностирована в связи с увеличением доступности в выполнении неосложной коронарографии. Он составляет до 3% всех госпитализаций по поводу ОКС. Несмотря на обратимость и кашечную доброкачественность патологии, вероятность осложнений и летального исхода в острый период, сопоставим с таковой при инфаркте миокарда с подъемом сегмента СТ. Впервые синдром был описан в группе ученых из Японии. Своё название заболевания получило в честь слова Токацоба, что в переводе с японского языка означает «горшок для ловли осьминогов». Так как именно такую форму приобретает левый желудчик в острого фазе заболевания в связи с транзитором с шарообразным расширением верхушечных и средних сегментов систолы. Первые описания синдрома Токацоба были опубликованы после землетрясения в Японии, поэтому длительное время считалось, что только выраженные эмоциональные потрясения могут быть причиной заболевания. В связи с этим синонимом синдрома Токацоба является стресс-индуцированная кардиомиепатия, синдром разбитого сердца. Однако исследования показали, что физические медицинские триггеры не реже приводят к развитию данного синдрома. Среди медицинских факторов указывают острый живот, феохромоцитон, то есть состояние ассоцированности активации симпатоадреналовой системы. Патогена сложная и не до конца изучена. Согласно основной теории, центральная роль в развитии синдрома Токацоба отводится действие катахоламина на сердечно-сосудистую систему. Механизмы повреждающие действия реализуются через спазм коронарной артерии, прямое кардиотоксическое действие и обрушение миокарда. До 90% пациентов синдрома Токацоба составляют женщину в постминопаузальном периоде. Однако в нашем клиническом случае синдром Токацоба развился у молодого пациента. Итак, мужчина 40-ка лет заболел остро, когда в ранние утренние часы внезапно в покое появились интенсивно раздирающие боли за грудиной, иродирующие в правое плечо, сопровождающие чувством страха смерти, тревогой, дрожью, холодным липким потом, инспираторной одышкой в покое, усиливающий положение лежа, из-за чего пациент был вынужден сидеть. Ранее адекватно справлялся с значительными физическими нагрузками, боли в груди, одышки не отмечал, накануне отмечалось психоэмоциональное потрясение, ссоры с женой. В связи с сохраняющимся болевым синдромом и одышкой в покое, через 5 часов обратился за медицинской помощью. На ЭКГ зафиктирован подъем сегмента СТВ-1-2, АВЛ-В2-В6, отведение с максимальным подъемом В2-В4 и высокие остроконечные зубциты В2-В4. Учитывая типичный ангенозный приступ изменения на ЭКГ, выставлен диагноз ОКС и начата терапия согласно протоколу введения пациента с данной патологией. После введения наркотических анальгетиков в полное оккупирование боли и одышки, но несмотря на положительную клиническую динамику, закономерной динамикой на ЭКГ, свидетельствующей об эффективности тромболитической терапии, не выявлено. Для проведения коронарографии ЧКВ был переведен в областную клиническую больницу. При госпитализации жалоб не предъявлял, при аускультации обращал на себя внимание ослабление. Первого тонны на верхушке, в остальном без особенностей. Продолженная терапия по прежнему направлению, двойная дезагрегантная терапия, антикогулянтные, бета-блокаторы, ингибиотерапия, статины. Лабораторно повышение маркеров неукоз миокарда не выявлено, липидный статус не изменен, высокий уровень ЦРВ и НТПРО-БНП. На ЭКГ через 12 часов от начала заболевания положительный динамик в виде незначительного снижения СТ и уменьшение высоты зубцов Т. По данным ЭКГ выявлено снижение фракции выброса до 39% гипотензии верхушки, циркулярное поражение верхушечных и средних сегментов левого желудочка, легочная гипотензия статулат 35%. При коронарографии визуализируются ангиографически неизмененные коронарные артерии. Таким образом, у пациента после перенеченного психоэмоционального стресса развилась типичная клиническая картина ангиозного варианта инфаркта миокарда, сопровождающегося выраженным лепитативным проявлением острой левожелудочковой недостаточностью. Однако, отсутствие повышения или закономерного снижения наркеров некроза миокарда, ангиографически неизмененные коронарные артерии с нормальным липидным профилем, нетипичные ЭКГ-картины, а именно наибольшее изменение В2-В3 при отсутствии подъема СТ в В1, депрессия в СТ в АВР, отсутствие рецепропных изменений в 2-м и 3-м АВФ в отведениях, отсутствие закономерной динамики после тромболизиса в виде снижения сегмента СТ с формированием отрицательных зубцов Т в сочетании с отсутствием отягощенной наследственности по раннему развитию сердечно-сосудистых заболеваний заставили усомниться в наличии острой коронарной патологии. Учитывая распространенность нарушений локальной сократимости по ЭКГ, превышающую зону кровоснабжения одной коронарной артерии, циркулярное поражение верхушечных и средних сегментов левого желудочка, ангиографически неизмененные коронарные артерии, связь развития симптомов с психоэмоциональным стрессом позволили предположить синдром Токотсоба. Данное предположение было подтверждено значительно положительной динамикой на третьи сутки по ЭКГ, это отсутствие зонгипокинезии и нормализации фракции выброса левого желудочка, динамикой по ЭКГ, снижение сегмента СТ, да и за линией и нормализация формы высоты зубцов Т. Европейским обществом кардиологов в 2016 году разработаны критерии диагноза синдрома Токотсоба, который включает в себя переходящее нарушение локальной сократимости миокарда левого желудочка или правого желудочка, нарушение локальной сократимости обычной соответствии с участком миокардового снабжения более одной коронарной артерии, отсутствие выраженного атеросклеротического поражения, впервые развившиеся обратимые патологические изменения на ЭКГ, увеличение натриолептических пептедов, положительное тропонение, восстановление систолической функции желудочка по данным визуализирующих исследований. То есть из 7 имеющих секретариев синдрома Токотсоба в данном пациенте выявлено 6. Таким образом был выставлен диагноз синдрома Токотсоба от корректированной терапии. Отменена статья на антикоагулянты дезагреганта. Рекомендован продолжить прием изофенаприлом и топровалов с вакцинаткой. Через месяц состояние у пациента удовлетворительно, толерантность к физическим нагрузкам не снизилась, боли в груди, а дышку отрицает. Таким образом представленные клинические случаи демонстрируют возможность развития синдрома Токотсоба у лезь различных возрастных групп и половой принадлежности, а не только у женщин старше 65 лет. Возрастающая доступность неотложной коронарографии при ОКС требует повышения информированности врачей о синдроме Токотсоба. При выявлении ангиографически неизмененных коронарных артерий у пациента с клиникой острой коронарной патологии необходимо в плане дифференциального диагноза включать синдром Токотсоба. Спасибо за внимание.